Здравствуйте! Это программа «Арман. Мечты сбываются». Сегодня у нас в гостях Акай Кине, общественный и духовный деятель Алтая. Человек, который занимается тем, что ездит по миру и сажает деревья. Причем не один-два саженца, а целые аллеи деревьев. Давайте узнаем у него, почему он это делает. Здравствуйте, Акай! Здравствуйте! Объясните, зачем взрослому солидному человеку заниматься таким, на наш взгляд, немножко странным делом, выездить по всему миру и сажаете деревья? Зачем? Дело в том, что я занимаюсь вообще возрождением древнего мировоззрения, тюркских народов, собственно, алтайцев. Оно называется обыденной жизнью тенгрианством, называют ее. На Алтае мы его называем Ахтян. И поэтому одна из сторон как раз этого мировоззрения, ее проявление в практической плоскости – это высаживание, то есть восстановление жизни на земле, проявление своей любви к своей собственной родной земле. А как это ее можно проявить? Вот мы привыкли, что мы красивые песни поем, красивые ритуалы проводим, заходим в мечети, заходим в храмы и везде говорим на словах. А на самом деле на практике мы говорим о патриотизме, создаем партии. Но на практике реально любовь к земле своей родной, мы проявляем ее очень мало. А почему именно я пришел к тому, что в мировоззрении, в части мировоззрения должно быть практическое действие высаживание деревьев? Потому что с деревом возвращаем мы жизнь обратно к этой земле. Значит, проявляем свою любовь. То есть высадили дерево, вместе с ней появляются насекомые, с насекомыми появляются птицы. Наряду с птицами появляются все дикие животные. То есть мы должны из практики потребления перейти обратно к практике созидания и проявления своей любви к своей родной земле. И вот именно тем, что возвращая вместе, когда высаживаешь деревья, возвращается жизнь же. И самое главное, с деревьями возвращается и вода, чего не хватает очень земле. Чистый воздух возвращается. И тем самым мы проявляем любовь не только к родной земле. Мы проявляем любовь ко всему окружающему, к своему будущему поколению, к своему народу, к своему роду. В то же время и к космосу. То есть огромному всему пространству вселенной проявляем свою любовь. А это все можно дальше уже отображать и в песнях, и в ритуалах, и в обрядах, и в плясках. Но реально мы должны на сегодняшний день из потребительского образа жизни перейти обратно к созидательному образу жизни. А как это все сделать? Я вижу только в том, что можно высаживать именно живое, восстанавливая жизнь через высаживание деревьев. Вы сказали, это проявление мировоззрения. А как вы бы сформулировали в сути этого мировоззрения? В чем оно заключается? Дело в том, что до сих пор мировоззрение людей строилось из борьбы с природой, в борьбе за выживание, скажем. Выживание в борьбе с соседями своими, за территорию, за земли. И из-за этого все идеологии построены на страхе. Понимаете? Страхи перед силами природы, страхи перед своими соседями, страхами перед смертью. И из-за этого создалась вот эта философия рабской психологии человека. Человек всего и вся боится. И поэтому разделение, противостояние, уничтожение друг друга, не только друг друга, уничтожение всего окружающего и ее потребление, это стало как бы фундаментальной основой в психологии человечества. А в философии и в мировоззрении вообще древних людей как раз это же было уважительное отношение. А почему они уважительно отношились к природе, к окружающим? Не было у нас замков, не закрывались друг от друга, были открыты миру. Потому что не было страха, понимаете? Страха перед силами природы. Потому что мы взаимодействовали всегда с силами природы. Мы всегда уважительно относились к ним, да? Мы относились к равным. Поэтому первое правило наших предков – тен-эри – это равные среди равных. Тен. От слова тен-эри. Из-за того, что он проявлял себя равным по отношению к природе, по отношению к небе, к земле. Он себя чувствовал сыном неба. То есть не был какой-то избранный император только сыном неба. А все люди живущие были сыном неба. Отсюда вот как раз эта ответственность человека, как сына неба, да? За землю, за родник, за букашечку. Оно давало возможность не бояться ничего, быть открытым миру. Уважительно относиться к миру. И отсюда проявление его любви и созидательного начала было достаточно полным. И поэтому человечество в начальной его форме, скажем, развития в те древние эпохи не было как раз письменных традиций. Человек жил и созидал и был всегда уверен в том, что у него есть будущее. Будущее его души есть. Будущее его рода есть. Будущее у всей Матушки Земли есть. Что будущее есть у Вселенной. И он не боялся потустороннего мира. Мира аруахов. Потому что аруахи – это его предки. И он знал, что его душа вечная в этом мире будет проявляться всегда продолжение его потомства, продолжение его рода. А оно проявляется в своих детях. Поэтому вот эти все страхи, их не существовало. Но вы говорите о созидании, о любви. Это немножко отдает таким оттенком, на мой взгляд, по крайней мере, идей пацифизма, какого-то твори любовь, а не войну. Насколько мы знаем, наши предки вроде бы были проникнуты идеями героизма, подвига. И до сих пор те люди, кто придерживаются традиции, стараются какую-то идеологию богатырства, рыцарства продолжать. Нет ли тут противоречия любовь, созидание и воинской идеологии? Дело в том, что мы, восстанавливая свои древние традиции, всегда ее отождествляем, скажем, от идеи, о чем вы говорите, о богатырстве, о противостоянии, о разделении, о выживании. Оно же, опять же, заложено на страхах. А мы же говорим еще о более древних традициях, где не было тогда вот этого противостояния, разделения, уничтожения друг друга, уничтожения окружающей среды, уничтожения себе подобного. А вот идеи богатырства, они появляются позже, когда человек начинает становиться друг другу врагами, понимаете? Когда он должен, вынужден противостоять кому-то. А пацифизм уже исходный из того противостояния. Это тоже достаточно узкое понятие, что как бы... А в мировоззрении как раз наших предков пацифизм тоже как бы очень достаточно, по нашему пониманию, узкое понятие. Она исходная от состояния агрессии человека, вообще человечества. А как раз любовь и созидание – это более широкие понятия. Когда нет понятия агрессии, уничтожения. Кто развивает любовь и созидание, может считаться тенгрианцем? Конечно. Ну, любой, скажем, тот же имам, скажем, да, который правильно блюдет традиции, правильно щихит традиции, там, скажем, тот же христианский поп, который правильные законы дает... Они все тенгрианцы? Ну, на самом деле они тенгрианцы, потому что они же дают людям любовь и созидательное начало, уверенность в себе. И поэтому в любом проявлении как раз любви и созидательного начала надо научиться видеть тенгрианство. Но в то же время, понимаете, в тех же, скажем, традициях, скажем, мусульманства или христианства – это же традиции конкретных народов, конкретно их неаруахи, культурные традиции, которые являются именно гармоничными традициями, формами гармонии именно для той территории, скажем, да, для арабской, там, Саудовской Аравии, Аравийского полуострова, людей, где живут именно арабы, ислам является законами, ритуалами, традициями, мировоззрением гармонии неба и земли. И языком, культурой этой территории. И поэтому, скажем, для христианства, скажем, да, там вот Ближний Восток является. И оно гармонично на той территории. Для нашей территории, скажем, гармонично казахский язык, скажем, да, или алтайский язык, или там крыгский язык, скажем, да, наши традиции общие, скажем, ритуалы, обряды, песни, пляски, проявления себя вот как человека по отношению к земле, к окружающему миру и к небу, к солнцу. Это и есть тенгрианство. То есть противоречия тенгрианства с другими религиями, мировоззрениями никакого нет? Каждый кто? Ну, что такое вообще тенгрианство тогда, если христианский поп тоже тенгрианец, и мусульманский имам тоже? Тенгрианство – это образ жизни, да, это миропонимание человека. Это вот как раз миропонимание человека, что он не раб Божий, что он – сын неба, и именно уровень ответственности этого человека говорит о том, что любое созидательное начало – это и есть как бы твое собратство, твое содружество, твое соседство, мирное созидание любого деятеля, любой конфессии является как бы тебе подобным. Поэтому почему мы должны по правилу равной среди равных? Мы равны небу, земле, мы равны любому жрецу, любому там попу и любой идеологии другой. И поэтому эти идеологии должны, эти мировоззрения должны прежде всего нести вот это чистое белое начало и научиться уважать друг друга. Не только уважать природу, не уважать начальника какого-то большого, но в то же время уважительно относиться каждый друг к другу. И увидеть в каждом именно позитивное, положительное начало. Вот это и есть, я думаю, настоящий деятель ислама, настоящий деятель христианства или буддизма. Настоящий тенгрианец, он тоже именно таковым должен быть. А не спорить, не противостоять другой, скажем, другому образу мышления, образу видения мира. То есть, таким образом, сажая деревья, вы создаете какую-то гармонию в жизненного пространства, плодите жизнь и рекомендуете всем заниматься тем же самым. Никому же не возбраняется садить деревья. То есть, никаких ограничений в высаживании деревьев нет, никакой религии, никакой идеологии. Поэтому мы должны найти совместные действия для того, чтобы научиться совместно творить, а тем более творить жизнь. Это же прекрасно. Это все замечательно звучит, но видите ли вы какие-то признаки перехода от потребительства, к которому привыкли, наверное, в этом жить, потреблять, как-то варварски даже, перехода к новой эпохе, к эпохе любви, созидания, какие-то внешние признаки. Есть у нас надежда? Ну, у человечества всегда есть надежда. Поэтому в определенный момент человечество, конечно, перешло к потребительству. Видимо, в эпоху шумеров, когда Гильгемеш и Иринин Киду пошли священные кедры рубить для того, чтобы сделать санки, полозья, строить. Вот с этого как раз эпоха потребления вписанной традиции мы видим, как бы истоки. И после этого человечество повернулось именно в эту сторону. И все-таки, понимаете, человечество хочет выжить. А чтобы выжить, оно должно сохранить Матушку-Землю. А выживание, оно же все-таки на генетическом уровне у нас все-таки говорит об этом, что нам надо выживать. А каким образом выживать? Поэтому я, когда езжу, скажем, по той же пустыне Такламакан, где-то в Урунчи, или еду по Турции, где уже все деревья вырублены, и вижу, когда по дороге уже высаживаются деревья в пустыне Такламакан, или где-то в степях, скажем, Анатолии, или тот же пример у нас в Горналтайске, скажем, когда в военную эпоху все голые леса в горах были вырублены, то на сегодняшний день, я помню, как мать и отец мои рассказывали, как они, будучи студентами, высаживали эти горы голые обратно деревьями. И когда идешь на прогулку на эти горы, видишь стройные ряды именно остановленных лесов. Поэтому и то, что человечество на сегодняшний день переходит к новым технологиям, ищет более рачительные, более щадящие технологии по отношению к природе, скажем, экологически чистые. Это же опять же говорит о том, что человечество все-таки задумывается, каким образом сохранять жизнь, собственную жизнь, и удешевить, в то же время относиться более рачительнее к земле, чтобы меньше копать, чтобы меньше потреблять, меньше из него высасывать. И даже те кризисы, которые случаются в финансовой, политические ситуации, я думаю, это нормальное явление, так как потрясение возникает из-за того, что эти инструментарии, которые мы создали, они временны. И о временности этом говорят, что в любой момент может возникнуть кризис, и может эта система перестать работать. И поэтому человечество задумывается, каким образом прекратить потреблять только. Каким образом ищет формы, каким образом научится отдавать, созидать. То есть эти формы, вы считаете, будут найдены в ближайшее время, человечество к этому двигается. Спасибо большое, вы внушаете большую надежду. Давайте будем относиться рачительно к миру вокруг себя. Сажайте деревья, создайте, творите любовь. С вами была программа «Арман». Следуй за мечтой. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова